Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Слухи о закрытии рудника в Абазе ходят уже давно, однако по-настоящему страшно людям стало этой осенью. Накануне Евразруда закрыла один из участков предприятия, сократив около 100 человек. И это, похоже, только начало. По заявлению бизнесменов, вести разведку ископаемых холдинг не намерен. И вот сегодня наступил момент, когда руды осталось на полтора года готовой к выемке. И мы сегодня, когда делаем годовое планирование 2014 года, прекрасно понимаем, что на 2014 год нам никаких подготовительных работ не планируют, которые бы обеспечили развитие нашего предприятия. Естественно, в общем-то, уже открытым текстом сказали, что через полтора года рудник будем закрывать. Закрытие рудника влечет для города социальный коллапс. Без преувеличения жизнь большей части населения зависит от этого предприятия. Затопление шахты потянет на дно и другие городские объекты, ведь все взаимосвязано. Бетонный завод, автомобилисты, обозаэнерго, механические цеха, железнодорожники, все потеряют вот эту работу. Город потеряет налоги, которые поступают с этих предприятий. Власти республики на выпад Евраза отреагировали молниеносно и категорично. Стоит отметить, Виктору Зимину пришлось вникать и в дела тёйского рудника, который точно так же лихорадит от угрозы ликвидации. Сегодня глава республики озвучил оптимистичные данные. Могу ответственно заявить, что никаких революций там не будет, два рудника будут работать как работа. Потому что с руководством компании Евраз соглашение достигнут. А вот руководители на месте тут, Новокузнецкий, почему-то кипят. Впрочем, даже если Евраз покинет Хакасию, пути решения есть. Один из вариантов – объединить предприятия в Абазе и Тёй с Кемеровской обогатительной фабрикой «Монды Баш». Этот союз обеспечит весь технологический цикл – от добычи руды до ее реализации. Константин Кравцов, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Сегодня стало известно об аресте одного из участников драки возле киноцентра «Наутилус», после которой скончался Артем Карлышев. Напомню, трагедия произошла в мае этого года. Сегодня суд Абакана арестовал Юрия Дударева на полтора месяца, пока длится предварительное следствие. Сам подозреваемый свою причастность к убийству Карлышева не признает. Предварительным следствием установлено, что в ходе драки около киноцентра «Наутилус» обвиняемый нанес Артему Карлышеву несколько ударов ногами в область шеи и предплечья, что впоследствии повлекло его смерть. Напомню, конфликт молодых людей случился еще в мае. Изначально следователи не заводили уголовное дело, ссылаясь на отсутствие признаков преступления. Однако близкие погибшего утверждали обратно и даже провели протестный митинг. После шумихи было проведено несколько медэкспертиз и расследование все же получило ход. Задержанному Дудареву может грозить до 20 лет тюрьмы. Расследование по особо важным делам. Пока я, конечно, ребята молодцы. Честно работу делают. Дальше еще пока выводов никаких. Но что раньше было, то вы видели. На контроле и у Каневских, это у руководителя, у контроля и у Виктора Михайловича лично. Так что думаю, что все-таки, наверное, будет справедливость. Ведь инспекторы Хакаси устроили проверку мясной продукции. С утра пораньше в сопровождении силовиков они нагрянули на абаканские торговые точки. Какое мясо попадает на наши столы и каковы результаты рейда в нашем следующем материале. Этот мужчина привез полтонны свинины и говядины из Ширинской деревни Ворота. Мясо сложено навалом в грязном прицепе, накрыто таким же брезентом. Ни о какой стерильности речи нет. Да и вообще по правилам, такую даль туши нужно везти в спецфургоне на подвесе. Справка от ветеринара у перекупщика все же на руках. Но, как оказалось, Ширинский специалист выполнил свою работу кое-как. Голова свиньи не проверена, а в ней могут очутиться паразиты и вирусы, в том числе сибирская язва. Делая повторную экспертизу, выявляем очень большое количество нарушений. И фенос находим, и икрацелиоз, и фасциолез, и хинококкоз. То есть много чего заболевает. Бракуем мясо, и хряк попадается. Поэтому мы все тут перевариваем, пережариваем. Перекупщик сетует. Оформить все по правилам помешала спешка. Какая-то женщина прибегала, что корова у нее рожает, и его вызван быстренько, чтобы он как-то торопясь убежал туда. И все, может, я не знаю, ничего такого. Мясо сдали на экспертизу тут же на рынке. Всего через 15 минут анализ готов. Ширинское мясо попадает на прилавки. Разрез сделали, просмотрели. Фильм не нашли, заболеваний никаких нет. Потому что чистые лимфатические все уже. Это мясо заклинится. А это уже другая точка на базе Веста. Этот парной свежачок привез фермер только что. Документов от ветеринара вообще нет. Штраф за нарушение – 3 тысячи. Мясо говядины перевозилось без ветеринарных справедливых документов. Направлялось для реализации мясной лавки города Абакана. Данное мясо поставлено на арест. Нарушитель привлечен к ответственности. Выдано предписание о проведении ветеринарной санитарной экспертизы. Ветврачи констатируют, все больше зараженного мяса попадает к ним на проверку. Чаще говядина и свинина заражены личинками бычьего цепня. Какую приправу мы съедим вместе с мясом, зависит от нас самих. Специалисты рекомендуют при покупке проверять в торговых точках документы на мясную продукцию. Константин Кравцов, Виктор Буров, Дмитрий Парахин. Вести. Хакасия. Одно из абаканских кафе разом лишилось всей бытовой техники и мебели. Имущество забрали судебные приставы. Нагрянули приставы в длинную неподалеку от госуниверситета неожиданно для работников. За самим кафе задолженности не числится. Однако владелец квартиры, в котором находится общепец, задолжал более 150 тысяч рублей. Это платежи в налоговые органы, пенсионный фонд и долги физическим лицам. Люди в форме описали и арестовали столы, стулья и все кухонное оборудование. Уважение ареста на имущество должник в данном помещении отсутствовал. Соответственно, все арестованное имущество было изъято и передано на ответственное хранение представителю Росимущества поверенному. Это компания ресурсы Хакасии. В то же время у должника есть еще время, чтобы не лишиться данного имущества. Для этого достаточно оплатить всю сумму задолженности и не доводить ситуацию до реализации имущества. Впрочем, голодными студенты не останутся. В радиусе 500 метров располагается еще не менее трех закусочных. Абаканский рынок готовит к проекту нового торгового павильона на 500 мест. А открытие первого с хакасским названием «Пайзан» «Красивый» ожидается в ближайшее время. В самом разгаре аукцион на торговые площадки. На некоторые цены предприниматели поднимают в 10 раз. А какие-то комиссия отдает по стартовой единственному претенденту. Елена Крылова расскажет, почем сегодня бизнес в красивом павильоне. Победителем по 15-му локу у нас признается участник под номером 1. Цена данного участника 35 тысяч 100 рублей. Торговое место ушло с молотка за сумму вдвое больше стартовой. Сегодня второй день аукциона. Из 44 мест продано 14. Начальная цена по некоторым местам возрастает в 10 раз. Максимальная стоимость за право заключения договора при составе торгового места достигла по одному лоту 550 тысяч рублей. Но ажиотаж коснулся только месту входа. На остальные бывает по одной заявке уже 4 площадки проданы по стартовой цене 3 тысячи рублей за метр. И это только право аренды. А она здесь вдвое больше уличной. Нравится, а что только потому, что там аренда огромная. Не обработаем ничего, поэтому ничего больше сказать не могу. Площади маленькие. Ну что там 6 квадратов. Вот как даже в 6 квадратах разместиться. Элементарно даже стойки поставить. Стеллажи. Мы не стремились оттуда за теплом. Уже за столько лет привыкшие на улице стоять. Пайзан в Хакасии первая ласточка. Уличная торговля уходит в историю. Закон вступил в силу в начале года. Перестраиваться сложно и дорого. Новый комплекс обошелся в 30 миллионов рублей. Первая, которая начала стройку, она потом ее бросила. Потом вторая компания, тоже красноярская. Ну и строили, конечно, больше года. Хотя, если вот так по-хорошему, то это строительство, ну нормально, то это 3 месяца работы шли. Как только первый предприниматель пожелает начать торговлю, двери Пайзана откроют. Купить здесь можно будет все, кроме еды и венков. На этом аукционе администрация Абакана планирует заработать более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Но это только прогнозы. Потому как то, что происходит сейчас, только первый этап аукциона. Дальше ждет второй. И все зависит от того, насколько будет велик ажиотаж. Елена Крылова, Антон Михайлов. Вести. Хакасия. Кларнет, который лично слушала королева Великобритании Елизавета II, зазвучит в Хакасии. В Абакан впервые приехал лауреат многочисленных международных фестивалей, солист Московской филармонии Игорь Федоров. Музыкант объехал с выступлениями уже полсвета и работал с мировыми звездами. Такими, как Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Денис Мацуев и другие. Сегодня критики всего мира в один голос говорят о его виртуозном исполнении. Отмечают и оригинальную интерпретацию известных музыкальных произведений. В репертуаре музыканта произведения разных стилей, эпох и направлений. От высокой классики до джаза. На концерте кларнет будет звучать сольно, что редко бывает. Кстати, чтобы научиться по-настоящему на нем играть, понадобится лет 20. Услышать трепетное звучание кларнета можно будет уже завтра в филармонии. Абсолютно для всех я буду играть. То есть это могут быть и маленькие дети, им будет тоже интересно. Это может быть абсолютно. Я бы написал 2+. У нас сейчас пишется, от какого возраста я написал 2+. Так что все приходите, получите большое удовольствие. Я надеюсь, я очень постараюсь для этого. И мы будем делать музыку вместе. Это были все новости на этот час. Сразу после выпуска смотрите рубрику интервью. Оставайтесь на канале Россия 24. Еще увидимся.